Здравствуйте, меня зовут Главна Пуманова. Я работаю в Уральском федеральном университете и сегодня я расскажу об образовании звезд. Здесь показано строение галактики. Вообще образование звезд мы изучаем в контексте строения галактики, потому что оно происходит всегда внутри галактики. Здесь показана галактика абстрактная, в принципе наша, но любая похожая на нашу. То есть в галактике всегда есть центр, окруженный большим количеством звезд. Это место называется Балдж. Такое утолщение, где очень много молекулярного газа и звезд и пыли. Он окружен галактическим диском. Этот диск может состоять из спиральных рукавов, может быть менее структурированным, но тем не менее в нем находится основная масса молекулярного и атомарного газа и молодых вновь образовавшихся и уже некоторое время существующих звезд. Этот диск окружен так называемым галактическим гало, который образует сферическую составляющую. Здесь находятся шаровые скопления, старые звезды, компактные остатки эволюции звезд, вроде нейтронных звезд и черных дыр, остывших белых карликов. И вот здесь, примерно в середине галактического диска, находится Солнце и Солнечная система, достаточно далеко от края галактики. Немножко. И от центра, немного над галактическим диском, а собственно в самом диске происходят все процессы, которые мы рассматриваем, процессы звездообразования. Вообще галактика состоит, ну включает в себя все химические элементы, известные нам, ну хотя бы потому, что все, что находится на Земле, это является частью галактики. Но соотношение элементов, конечно, очень неоднородно. Большую часть вещества составляет водород. Вот это такая химическая система, периодическая система химических элементов астронома. В нем центральное место занимает водород, большую часть всего оборудованного вещества. Значительно меньше гелия. Водород и гелий образовались сразу после большого взрыва. И всех остальных элементов значительно-значительно меньше. Их практически нет. То есть их содержание всегда измеряют относительно содержания водорода и значительно меньше. Все элементы, которые не водород и не гелий, мы называем металлами. И отсюда происходит термин металличность. Это содержание тяжелых элементов, вот этих самых металлов относительно водорода. Если посмотреть на галактику вроде нашей плашмя, вот здесь показана галактика водоворота, очень похожая на нашу, которую мы видим как раз так, чтобы видеть плоскость галактического диска. Здесь показаны четыре карты одной и той же галактики водовород. Значит, это карта атомарного газа, то есть атомарного водорода, нейтрального атомарного водорода H. Это изначальное состояние водорода. То есть, чтобы образовать молекулу водорода H2, вот здесь на этой карте показан молекулярный газ излучения H2. Нужно, чтобы два атома водорода встретились на поверхности космической пыли и соединились в одну молекулу водорода. И здесь на этих нижних картах показаны звезды и ионизованный газ. Что такое ионизованный газ? Это газ, ионизованный излучением звезд, обычно ультрафиолетовым, и видно, что эти две карты, они очень похожи друг на друга. То есть, там, где есть звезды, там есть ионизованный газ. Звезды образуются из молекулярного газа. То есть, чтобы образовать звезды, нужно сначала создать молекулярный газ, молекулярный водород. Вообще, когда мы говорим о каких-то процессах химии, о каких-то наблюдениях, мы рассматриваем вот такие элементы, как углерод, кислород, азот. И почти никогда не упоминаем водород, но на самом деле водород составляет все еще большую часть массы и количество элементов. И всегда, когда мы говорим, например, ОЦО, это значит, что там есть точно молекулярный водород. Итак, как же образуется молекулярный водород? Вот, как здесь показано на рисунке, атомы водорода встречаются на поверхности космической пылинки и образуют молекулу H2. Вот такая простая реакция. В газе она происходить не может, потому что она создает избыток энергии, который не дает вот этой реакции произойти. Вот, а на поверхности пыли этот избыток уходит в пылинку и таким образом образуется молекулярный водород. Поэтому пыль очень важна для процесса звездообразования. Вторая очень важная роль состоит в охлаждении молекулярного облака. То есть молекулярный водород, находясь в облаке, он движется как-то согласно турбулентности, согласно высокой температуре, которая там присутствует и не может собраться в достаточно плотные сгустки, чтобы образовывать дозвездные ядра и протозвезды. Чтобы эти сгустки образовывались, нужно уменьшать количество тепловых движений молекул, нужно газ охлаждать. И главным охладителем молекулярного облака является пыль. Она излучает просто как твердое тело в красном диапазоне и таким образом вносит энергию из системы и охлаждает облако. Пыль это в основном кремний и углерод. То есть она бывает силикатная или карбоновая. Но мы знаем, что после большого взрыва во Вселенной были только водород и гелий, и немного лития. То есть материала для пыли не было. И эти элементы, вот эти металлы, они образуются в процессе эволюции звезд, они образуются в процессе термоядерного синтеза. То есть сначала нужно образовать звезды, которые преволюционируют, отдадут межзвездной среде тяжелые элементы, которые потом станут пылью и помогут образовать новые звезды. Это такой круговорот, в котором вещество становится звездой. Звезда взрывается, отдает свое вещество или сбрасывает оболочку, отдает свое вещество межзвездной среде. Из этой межзвездной среды вновь образуются молекулярные облака, протозвездные сгустки, протозвезды и звезды. И этот процесс очень сильно зависит именно от металличности. И металличность благодаря постоянно идущей эволюции звезд постоянно увеличивается. Она никогда не уменьшается. В галактике, в нашей и других галактиках, мы наблюдаем изменения металличности, изменения в зависимости от радиуса, разные металличности от одной галактики к другой. И этот параметр очень важен. Одним из важных источников обогащения межзвездной среды металлами, то есть тяжелыми элементами, являются звезды симптетической ветви гигантов. Это звезды провалюционировавшие, которые уже сожгли весь свой водород в процессе термоядерного синтеза. Очень сильно расширились, из-за этого остыли и стали сбрасывать свои оболочки. Эти оболочки как раз богаты тяжелыми элементами. Вот здесь показаны на картинках просто три примера того, каким образом происходит сброс оболочки. Например, он может произойти одномоментно, вот так вот. Тогда мы это видим, как вот такой круг вокруг, собственно, звезды, которая сбросила оболочку. Или звезда может активно вращаться, и при этом сильный звездный ветер выбрасывает вещество оболочки звезды, образуется такая спираль. В наблюдениях это видно, как спираль. Либо оболочка просто периодически сбрасывается, то в одном месте, то в другом, и видна вот такая картина. Все эти три изображения это излучение молекул СО в разных переходах низких энергий, то есть примерно в одних и тех же физических условиях. Но вернемся к молекулярным облакам. Вот это опять галактика водород в молекулярном газе. И в принципе в этом молекулярном газе есть, ну то есть это среда с совершенно разными физическими условиями. Температура там меняется от 5 кельвин в самых плотных частях, в протозвездных ядрах, в дозвездных ядрах, вернее, до 1000 кельвин в областях фотодиссоциации. Плотность вещества, вернее, концентрация, если так, согласно школьной физике, меняется от 10 частиц в кубическом сантиметре до 10 в седьмой частиц в кубическом сантиметре в плотных ядрах, в дозвездных ядрах. И несмотря на то, что мы называем их плотными, это все еще очень разреженная среда. Например, плотность земной атмосферы, плотность воздуха в этой комнате 10-19 частиц в кубический сантиметр. То есть даже смоделировать такие условия в земных лабораториях очень сложно. Нужно создать сверхглубокий вакуум, чтобы моделировать химические и физические процессы, происходящие в плотных ядрах молекулярных облаков, чтобы моделировать процессы звездообразования или хотя бы часть его. Если посмотреть на нашу галактику в молекулярном газе, она выглядит вот так примерно. Это панорамное изображение нашей галактики в линии излучения той самой молекулы СО. Опять-таки, когда мы говорим про СО, это значит, что везде здесь присутствует молекулярный ладород. Вот здесь показан весь диск галактики. Вот здесь самые яркие части. Это направление на центр галактики. Самые интенсивные, самые плотные. Вот здесь отдельно показаны гигантские молекулярные облака. Их вообще обычно называют по созвездиям, на которые они проектируются. На нашей небесной сфере. То есть вот здесь, например, находятся молекулярные облака в созвездиях Телец и Возничий. Вот здесь Орион. Где-то здесь, кажется, Змейносец. И эти молекулярные облака действительно гигантские. Если мы посмотрим на звездное небо, которое мы привыкли видеть. Вот это вот созвездие Ориона. Такое очень легко узнаваемое и известное. Вот здесь вот три звезды. Так, здесь еще три звезды. И вот эти вот две звездочки. Очень узнаваемая конфигурация. И здесь показано молекулярное облако Ориона, которое на него проектируется. То есть это изображение, эта структура действительно очень большая. Структура молекулярных облаков до недавнего времени была не очень хорошо известна. И казалась такой нерегулярной, никак не описываемой. Но еще давно, в середине 20 века, ученые высказывали предположение, что... Ну, то есть не предположение, а мысли, что эти молекулярные облака напоминают какие-то волокна, имеют волокнистую структуру. И после полета, в результате работы космической обсерватории Гершель, стало видно, что действительно молекулярные облака имеют такую выраженную волокнистую структуру. Эти структуры называют филаментами или волокнами. И вот здесь показана одна из известных областей звездообразования, розмей носца. Вот здесь вот такая вытянутая структура. То есть, что значит вытянутая? Я считаю, что ее размер вдоль оси существенно больше, чем размер поперек ее оси. Вот эти темные части это наиболее плотные части, где очень много газа и пыли, где присутствуют плотные ядра, где, возможно, зарождаются сейчас молодые звезды. Вот это синим показано ионизованный газ вокруг горячей молодой звезды, розмей носца. Очень массивная. Она ионизует газ далеко от себя. И красные точки это либо звезды фона, либо молодые вновь образовавшиеся звезды, которые еще окружены пылевыми оболочками. Поэтому до нас доходит только их красный свет. Вот так выглядит синтетическое изображение области звездообразования. Конечно, если на него посмотреть, если его просто сфотографировать, это будет в основном темные пятна и отдельные яркие звезды. Но если посмотреть внимательнее именно только на излучение пыли или излучение молекулярного газа, то становится видно, что действительно присутствуют вот эти волокнистые структуры. Здесь показана одна и та же область. Это просто изображение излучения пыли. А здесь построены оси, соединяющие самые плотные пики плотности в этих структурах. Они образуют такой скелет из этих вытянутых структур. И сначала, после работы Гершеля, все думали, что молекулярные облака состоят в форме вот таких волокнистых структур. и все. Это их обычное состояние. Дальше внутри них находятся плотные ядра. Как они образуются? Считается, что допустим, есть где-то молекулярное облако. Оно с двух сторон сжимается ударными волнами от, скажем, вспышки сверхновой или какого-то другого катастрофического явления. И при этом в галактике всегда присутствует глобальное магнитное поле. И вот если фронт ударной волны совпадает с направлением магнитного поля, то в этой плоскости, в этой поверхности, то есть поверхности ударной волны и магнитного поля образуется такое утолщение. То есть вот это вот бесформенное молекулярное облако сплющивается, образуется такая плотная поверхность. У нее есть какой-то гравитационный центр, где просто плотность больше, и в направлении этого места, где больше плотности масса, вдоль силовых линий магнитного поля начинает стекаться материал из вот этой вот поверхности. таким образом образуется волокнистая структура, то есть вот эта вот ее основная ось и вдоль силовых линий по менее плотным таким тоже волокнам стекается материал и волокно набирает массу, набирает плотность. Последующие исследования показали, что эти волокна не имеют однородной структуры, они состоят из множества маленьких волокон, и причем эти волокна они между собой как будто бы переплетены, некоторые из них назвали фертильными, потому что в них есть плотные ядра, плотные дозвездные ядра, как показано здесь, в некоторых из них плотных ядер нет, то есть там газ плотный, но недостаточно плотный, их назвали стерильными, но это терминологии, которая скорее всего не проживется. Сейчас мы посмотрим внимательнее на пример такого филамента, такого волокна, как раз в молекулярном облаке Ориона, это это так называемый филамент в форме интеграла, интеграл шейп филамент, здесь на картинках по очереди показаны плотность молекулярного водорода, плотность аммиака, который показывает, где находится самый плотный газ, ширина спектральной линии, которая показывает, насколько турбулентная среда в этом газе и кинетическая температура газа. Звездочки показаны молодые вновь образовавшиеся звезды и прото-звезды. Вообще видно, что там, где плотность выше, там образовалось уже достаточно много звезд, там выше температура, вот здесь например показаны рисунки, то есть вот эти молодые звезды подогревают окружающий газ, и из-за того, что температура здесь больше, движения газа здесь более интенсивные, и помимо движения обусловленной температуры, есть еще какая-то турбулентность, турбулентное движение, которые возможно вызваны какими-то ударными волнами от молодых звезд, струй от молодых звезд, чем-то еще. В наиболее холодных частях, вот здесь вот где температура низкая, и соответственно движение газа очень спокойное и обусловленное только температурой, плотность все еще очень большая, здесь как раз образуются сейчас молодые звезды, то есть там присутствуют плотные ядра, в которых еще не зародились, но впоследствии возможно образуются молодые звезды. Очень важно в каком молекулярном облаке находится плотное ядро, чтобы понять насколько эффективно образуются потом молодые звезды. То есть важно не только гравитационное влияние, собственная гравитация плотного ядра, но еще и газ, который окружает его снаружи и своим давлением поддерживает плотное ядро в связанном состоянии. То есть допустим вот здесь показана картинка, которая демонстрирует результаты модели. Если плотное ядро вот здесь синенькое окружено вот этим красным молекулярным облаком, которое снаружи давит на него и поддерживает его в связанном состоянии, в итоге образуется по массе и по количеству больше звезд, чем если бы этого внешнего облака, которое давит снаружи, не было. Поэтому очень важно учитывать внешние условия и так называемое окружение при моделировании и изучении звездообразования. Если говорить коротко, то процесс звездообразования происходит следующим образом. Сначала собирается вот этот самый плотный сгусток в молекулярном облаке. Если в нем достаточно плотности и массы, он начинает самогравитировать, сжиматься, набирать все больше массы. В нем внутри и в центре образуется инфракрасный источник, то есть это уже будущая протозвезда. Когда у нее набирается достаточно массы, она образует вокруг себя так называемый аккреационный диск, показанный вот здесь, в аккреационном диске иногда или часто это пока неизвестно формируются планеты Земали, то есть будущие планеты, астероиды и в конце концов формируется звезда с окружающими ее какими-то планетами или допустим две звезды, то есть может быть система с несколькими звездами, с одной звездой, но вот этот процесс от плотного ядра к аккреационному диску и планетной системе он должен быть всегда примерно одинаковый. Естественно, что в этом процессе сильно меняется масштаб, то есть вот это вот плотное ядро размером примерно 10-20 тысяч астрономических единиц, вот этот вот аккреационный диск и уже планетная система размером примерно 100 астрономических единиц, то есть вещество существенно уплотняется. И если плотные ядра это достаточно простые структуры исследования, аккреационные диски уже гораздо более сложные структуры и сначала еще буквально 20 лет назад не было никакого подтверждения наблюдательного тому, что действительно они есть. Это была просто теория, потому что модели и теория предсказывали, что они должны образовываться таким способом. Вот здесь показана схема аккреационного диска, то есть в центре находится гравитирующее тело, в направлении которого идет аккреция вещества, то есть вещество падает на поверхность порта звезды. При этом здесь тоже присутствует магнитное поле, благодаря действию магнитного поля и постоянному вращению этой структуры образуются струи, струи вещества, которые направлены в разные стороны, вот здесь вверх и вниз. часть вещества таким образом выносится, но основная часть, конечно же, попадает на протозвезду. Есть еще так называемый дисковый ветер, который в результате помогает оставшейся полевой оболочке вот этой вот системы звезда диск рассеется, улететь и в конце концов сам диск тоже превращается, то есть вещество попадает на звезду и возможно образуются планеты. Это все могло бы выглядеть вот так, но это фантазия художника, то есть есть центральная звезда, что такое? Центральная звезда, вокруг нее аккреционный диск, в котором, внутри материал путешествует и попадает в конце концов на звезду и струи направленные в разные стороны, по которым часть вещества выносится из системы и все такой же плотной пылевой оболочкой. Из этой оболочки мы, молодые звезды, не можем наблюдать, эта пылевая оболочка не дает свету проникнуть наружу. И до недавнего времени это было все такой моделью, теорией, но благодаря новым инструментам, новым телескопам мы стали видеть именно эту стадию звездообразования. вот здесь показано как раз реальное наблюдательное проявление предыдущего рисунка. Вот он аккреационный диск, вот они струи или джеты и вот масштаб 200 астрономических единиц. И примерно так же на соседних рисунках те же самые струи, диск темный, его здесь не видно. То же самое здесь и здесь. И благодаря совсем новым исследованиям, благодаря новому телескопу Альма, который стоит в Чили, мы стали видеть не только вот эти яркие проявления, то есть диск, освещенный центральной звездой его поверхности и релятивистские джеты, но и сам диск. Вот это два самых известных изображения протопланетных дисков с телескопа Альма. Это опять излучение пыли и вот эти вот тонкие кольца вокруг звезды. Это должны быть орбиты будущих планет, то есть те части диска, которые вычищены, то есть здесь везде вещество движется уже по кеплеровским орбитам и вот в этих кольцах присутствуют какие-то тяжелые тела, которые вычистили свою орбиту от мелких тел и пыли и получается здесь присутствуют какие-то зародыши планет, планеты Земали и то же самое здесь. Мы это уже видим непосредственно прямыми наблюдениями. Ну и финальная стадия звездообразования это собственно планетная система тоже до недавнего времени еще 30 лет назад не было уверенности в том, что планетная система существует у других звезд. Были такие предположения, но они не были ничем подтверждены. Первую планету по-моему нашли в конце 80-х годов или в начале 90-х, но сейчас благодаря опять-таки космической обсерватории Кеплер открыто уже около 5000 внесолнечных планет планет у других звезд. Больше того открыта одна целая планетная система, в которой присутствует 7 планет. Здесь она показана в этом рисунке. Эти планеты конечно очень сильно отличаются от нашей солнечной системы, потому что они очень массивные и очень большие, но при этом находятся на очень маленьких орбитах у своей звезды, которая тоже меньше, чем наше Солнце. То есть вот здесь так показано, что самая дальняя орбита находится все еще внутри орбиты Меркурия, если сравнивать с Солнечной системой, но тем не менее это такая большая победа экспериментальных исследований, то есть наблюдений в астрономии, потому что было показано, что есть другие планетные системы. И буквально на прошлой неделе были объявлены результаты Нобелевской премии, Нобелевская премия по физике 19-го года наполовину уходит к ученым швейцарским, которые открыли в 95-м году внесолнечную планету, похожую на нашу Землю. Около звезды 51 Пегаса. И это, конечно, тоже очень важное достижение, не зря оно отмечено Мобелевской премией, потому что, в общем-то, одна из главных причин, почему мы изучаем звезды образования, потому что мы хотим понять, каким образом образовалась наша Земля. Вот, все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ